Первое инклюзивное в Наринмаре возведут новое здание для коррекционной школы. Его построят на месте бывшей санаторной школы. Цена вопроса – полмиллиарда рублей. Не дошли до адресата. Управляющие компании задолжали ресурсоснабжающим организациям почти 1 миллиард рублей. К чему это может привести? Водный туризм в регионе разрабатывают круизный маршрут Неницкий округ и Республика Коми. Насколько это будет востребовано и кто готов реализовать данный проект? Идеи, воплощенные в жизнь в столице региона, подвели итоги конкурса «Чистое подворье». Необычные цветы, гигантская морковка и это далеко не все, чьи дворы оказались самыми привлекательными. История без срока давности. Наринмарский лесозавод отметил большой юбилей. Ему исполнилось 115 лет. Праздник отметили концертом и народным гулянием. И «Казачья вечерка-2018» в поселке Искателя. И местные казаки устроили показательное выступление. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги понедельника, первого рабочего дня. Я Олег Катанзейский. Новости начинаются. В 2020 году в Наринмаре начнется строительство первого инклюзивного учреждения в регионе – коррекционной школы. На эти цели планируется направить 500 миллионов рублей. Возведение социально значимого для округа объекта обсудили на постоянной комиссии по социальной политике с участием директоров учебных заведений и представителей профильных департаментов. Подробности в материале Александры Литковой. На проектирование объекта потребуется порядка 6,5 миллионов рублей. Соответствующие документы уже представлены в Департамент финансов и экономики региона для включения данной суммы в бюджет округа на 2019 год. А вот на само строительство коррекционной школы по предварительным расчетам потребуется более 480 миллионов рублей. И это только начальная цена контракта. По строительству сумма будет корректироваться после готовности проекта, потому что результат по аналогу в нашей зоне, к сожалению, таких учебных учреждений нет. Поэтому сумма взята все-таки по максимуму по школе и по тому оборудованию, которое хотели наполнить, добавлена стоимость этого оборудования. Кроме того, все объекты, которые сейчас расположены на земельном участке, где планируется возвести школу, являются аварийными и будут мешать строительству. В связи с этим подготовлены документы о списании данного имущества на этом участке. Также для обеспечения доступности нового здания и создания необходимых условий для образования детей-инвалидов проработаны вопросы реконструкции двух автомобильных дорог. Параллельно проработаны вопросы реконструкции двух автомобильных дорог, потому что данная школа не может существовать без автомобильных дорог, с твердым покрытием и остановки. Стоимость тоже просчитана. Это 25 миллионов дорог по улице Студенческое строительство и реконструкция. И 43,7 – это Пусто-Зевское, плюс по 3 миллиона на каждую дорогу на опроектирование работы. Здание новой коррекционной школы будет представлять собой учебные секции для учеников с 1 по 4 и с 5 по 9 классы. Учебно-производственные мастерские с инвентарным подсобным помещением, отдельные кабинеты для служб сопровождения групп продленного дня с отдельными выходами на игровые площадки. Запланированы спортивный и актовый зал, библиотека, столовая, административный, хозяйственный и медицинский блоки, а также отдельные помещения для музея и архива. На сегодняшний день в коррекционной школе обучаются 108 человек, из них 41 ребенок-инвалид. Анастасия Саботович, Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Управляющие компании продолжают увеличивать долги перед ресурсоснабжающими предприятиями региона. На сегодняшний день это почти 1 миллиард рублей. Такие данные озвучили на заседании Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности организации ЖКХ в Ненецком округе. За отопление долги перед ПОКТС и Ненецкой коммунальной компанией составляет 319 миллионов. По сравнению с началом года рост составил 4%. За водоснабжение и водоотведение – 157 миллионов, рост – 9%. Задолженность за электроэнергию составляет 10 миллионов рублей, за газ – 1,5 миллиона. Вследствие недополученных средств за предоставленные услуги предприятия терпят издержки. Сложности возникают с модернизацией оборудования, индексацией заработных плат сотрудников и развитием производственных мощностей. Представители самих управляющих компаний объясняют это снижением собираемости платежей с конечных потребителей, то есть жителей домов. Туристический оператор Ника готов реализовать проект по созданию круизного маршрута по реке Печора, который свяжет Ненецкий округ и Республику Коми в рамках Серебряного ожерелья России. Об этом исполняющий директор оператора Михаил Конырев заявил на первой туристической неделе. По его словам, круиз по Нау и Республике Коми, цитирую, следует рассчитывать на 14 дней. И на протяжении маршрута он мог бы включать посещение этнокультурных парков, геологического заказника, старообрядческих центров. Всего 14 мест, интересных туристам. По мнению спикера, для того, чтобы интерес к таким путешествиям возрастал, турпродукт может включать проведение образовательных программ непосредственно на борту круизного судна. Кроме того, особые условия могут быть созданы для льготных категорий граждан. Представители Ненецкого округа и Коми отметили, что развитию данного направления способствовало бы проведение дноуглубительных работ на Печоре, поскольку большинство теплоходов, которые рассматриваются в качестве круизных, имеют низкую посадку. Другим темам в ноябре в Нарейнмаре состоится третья по счету международная научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина». На ней российские и зарубежные коллеги обсудят состояние и перспективы развития электронного здравоохранения в Заполярье. Ну а также они поделятся опытом, расскажут о планах и представят инновационные решения в области оказания дистанционных медицинских услуг. Своё участие уже подтвердили представители университета Трёмсе, университетской больницы Северной Норвегии, Национального инновационного центра Шотландии по цифровому здравоохранению и уходу, Российского национального исследовательского медицинского университета, Северного государственного медицинского университета и Октябрьской дирекции здравоохранения РЖД. В настоящее время организаторы продолжают приём заявок от потенциальных участников. Напомним, конференция «Арктическая телемедицина» проходит раз в два года. Ранее в столице Заполярье она проходила в 2014 и 2016 годах. Удивительные красоты цветы, совсем непривычные для местных широт, гигантская морковка, кабачки и даже тыквы. В Ныр-Имаре наградили победителей конкурса «Чистое подворье». Участие в этом году в нём приняло 99 человек. Конкурс проводится со Союзом пенсионеров в 19-й раз. Тему продолжит моя коллега Ольга Руссул. Картошка, капуста, морковка, букеты салата и ароматный укроп с петрушкой. Фойе КДЦ «Арктика» – выставка продажа «Дары Заполярье». Свои садово-огородные достижения на суд общественности представили участники и победители конкурса «Чистое подворье». Он проводится уже в 19-й раз среди пенсионеров, проживающих в частном секторе. И в этом году, как отмечают организаторы, Ненецкое отделение Союза пенсионеров России, желающих показать свои садово-огородные достижения, было рекордное количество. Без одного участника 100 человек. Это на 20 садоводов больше, чем в прошлом году. Выбрать лучших из них – задача непростая. Конечно, это сложно. Поэтому у нас очень часто, и сейчас тоже, два первых, два вторых, два третьих. А Рябинушка, поскольку там очень много дворов, я вам сказала, сколько, так они, значит, делают даже возрастное такое деление. Возраст самых опытных конкурсантов за восьмой десяток. Валентине Федоровне Поздеевой 90 лет, Любови Семеновне Беляевой 86. И несмотря на почтенные годы, обе с удовольствием занимаются огородничеством. Интересно, вот все, уродилась какая-то картошка, необыкновенная. Это куст, картошки растет. И так на картошке, на этих, на пазушках, на пазушках еще растет картошка, как груша. И потом еще растет. Победители, чтобы без обид, выбирали от каждого клуба общения пенсионеров. На местах создавались комиссии самих жителей. Вместе смотрели, обсуждали, словом рассматривали кандидатуры на общественных собраниях. Очень было сложно выбирать места кого-то. Мы даже по два первых, по два вторых, по два третьих сделали. Очень сложно. Всех очень хорошо. Кстати, двор Тамары Семеновны общественность тоже признала лучшим. А самой участнице конкурса присудили первое место. А вот активу клуба «Юбилейный» выбор дался легко. Дворов много, но в основном землю хозяева выделяют под картофель. Мы ходили, вот у нас как бы руководитель клуба, сейчас она отсутствует. Мы с ней ходили по участкам, оценивали. Ну, так вот уже. У нас участников-то немного, поэтому так-то сложно выбрать. Всего несколько дворов, зато какие. Экзотические овощи, кустарники и деревья совсем непривычные для наших заполярных мест. Вера Якименко, на участке которой произрастают даже удивительных расцветок помидоры, говорит, все потому, что зимой не хватает красок. Кроме того, хозяюшка в свободное от огородной страды время вяжет необычайной красоты носки и коврики. Вот именно что суровые условия, очень надоедает зима. Это чернота, это белые-черные цвета, и потом хочется что-то цветного. Многочисленные победители, а только первых мест было семь, получили заслуженные призы и похвальные грамоты. Организаторы надеются, что в следующем юбилейном для конкурса году участников станет еще больше, а их приусадебное хозяйство станут еще краше. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В аппарате администрации тем временем продолжается прием документов для награждения медалью «90 лет Ненецкому округу». Юбилейная медаль учреждена впервые за всю историю региона. Награждения состоятся в юбилейный для округа 2019 год в торжественной обстановке. НАО, который стал первым национальным округом на крайнем севере России, был образован 15 июля 29 года. Всего медалью в честь 90-летия заполярного субъекта планируется наградить 350 человек. Согласно постановлению губернатора, медалью поощрят граждан, чья профессиональная, трудовая и общественная деятельность принесла значимые для региона результаты в экономической, социально-культурной, научно-исследовательской, благотворительной, общественной и иных сферах деятельности. Также медалью наградят граждан, имеющих стаж работы на территории Ненецкого округа не менее 25 лет. Для награждения необходимо обратиться с ходатайством соответствующим в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в срок до 1 октября текущего года. Инициировать награждение могут руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории округа, руководители органов государственной власти Ненецкого автономного округа, главы муниципальных образований, руководители органов местного самоуправления, а также различных организаций, в том числе общественных объединений. Рассмотрение ходатайств возложено на специально созданную комиссию, которая будет рекомендовать губернатору наградить тех или иных лиц. Наринмарский лесозавод отметил юбилей 115 лет со дня основания. В микрорайоне Новый поселок прошли торжества, на которые были приглашены ветераны предприятия. Напомню, Наринмарский лесозавод был основан в 1903 году товариществом Стелла Полярия. В 2010-м городообразующее предприятие было ликвидировано. Что касается праздничного мероприятия, то оно состоялось у памятника Печорского лесозавода, который был открыт в прошлом году. Сегодня мы отмечаем 115-летие Наринмарского лесозавода, который, как уже сказали, был основой строительства города. Десятки тысяч судеб за время существования лесозавода прошли через его проходную. И нет ни в городе Наринмаре, ни, наверное, и в Наринском округе семьи, где бы близкие, знакомые или родные не трудились в его стенах. И условия труда, о чем уже много раз говорилось, оно действительно были очень-очень тяжелые и сыровые. И поздравляю ветеранов, тех, кто не смог сегодня прийти по состоянию здоровья на это мероприятие. Мы объехали около 30 человек. И как раз даже не столько возраст, сколько именно условия труда сделали свое дело. И люди сейчас, к сожалению, прикованы к постели и не могут быть столь же мобильными, как здесь присутствующие. Ветеранов старейшего округа предприятия наградили памятными подарками. Продолжилось празднование 115-летия лесозавода в районе стадиона спортивного клуба «Труд». Там прошли и народные гуляния, и концерт. Ну и в завершении выпуска уважение к религиозным традициям народов, духовное и нравственное воспитание молодежи. Все это казаки Нениского округа. В минувшие выходные они устроили так называемую «Казачью вечерку». Праздник, который отмечают раз в год. Мероприятие стоялось на площади поселка Искателей. Посмотреть на показательные выступления пришли десятки жителей. Помимо прочего, на сцене выступили и местные творческие коллективы. Региональная общественная организация «Арктический казачий округ» была образована три года назад. На сегодняшний день в Нениском округе несколько десятков казаков. Есть в том числе и потомственные. Это обязательно церковь в отношении с Богом. Спортивная культура, ну и все остальное. И как бы у нас казак, лицо общины, община – твое лицо. Друг за другом, скажем так. Сегодня выступали даже молодые люди, то есть и молодежь привлекает. У нас в большей степени даже акцент на молодежь. То есть мы занимаемся спортом разным, там, и даже с оружием какие-то вещи. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше, неважно какой возраст, да, приходите, пробуйте, показывайте себя. Я думаю, это неплохо. Как простые горожане, жители-последователь, относятся вот к вам и доверяют? По-разному. Называют прямо скромно и ряжеными, и всякими разными. То есть не обязательно быть сродословной, так сказать, если можно, да. Главное в душе быть нормальным человеком в первую очередь, ну и стремиться там жить по-казаче. Мы тоже учимся, да. У нас тоже есть потомственные казаки. Вот. И как бы это не важно на самом деле. В первую очередь какой-то человек, а потом уже все остальное. Если ты нарядился там, потомственный казак, а живешь не по-казаче, даже там местами бывают не по-мужски, о чем разговаривать. Такова информационная картина понедельника. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова